Привет, дорогой друг! Сегодня мы поговорим о деньгах эмотивных людей. На самом деле, чтобы понять, как распоряжаются эмотивные люди своими финансами, нужно вспомнить, какие базовые характеристики эмотивов. Вспоминаем. Эмотивы от слова эмоции. Значит, это очень эмоциональные люди. Значит, и к деньгам они будут относиться очень эмоционально. А точнее, не к деньгам, а к их трате. То есть, это значит, что эмотивный человек способен поддаться эмоциям на воздействие продавца, на уговоры ребенка какого-то, поддаться даже, возможно, некоторому азарту и потратить его деньги. Поэтому, как правило, эмотивов отличает не наличие денег, а их отсутствие. Им очень сложно удерживать свой капитал. Так как даже если они располагают высоким интеллектом и, соответственно, достаточно неплохой незаурядным мышлением, неплохим чувством вкуса, то есть, их, как правило, эмотивных чистых людей наполняют различные таланты. Бывает, что это очень одаренные люди. Но, тем не менее, несмотря на это, эмотивные люди не способны удерживать свой капитал у себя, так скажем, в кармане. Таким образом, эмотивных людей очень часто обманывают мошенники. Так же, как я говорил в случае, соответственно, про тревожных людей, кстати говоря, и шизоидов тоже, их объединяет с эмотивными одно. Мошенники очень легко распознают данную группу личностей. Дальше начинается, соответственно, разработка какого-то плана и последующий развод данного психотипа. Мошенник, понимая, что человек подвержен эмоциональным всплескам, способен, соответственно, как-то надавить на него конкретно эмоционально. Может быть, не запугивая, а даже, как бы, заласкивая нашего дорогого клиента. Вспомните истории из голливудских фильмов, когда, соответственно, приходит в черно-белом кино шикарная роковая красотка, кладет ногу на ногу, и вот наш дорогой детектив, такой сильный, брутальный, с пистолетом, да, брутально курящий за столом, уже забыл вообще, как его зовут. Именно это является основным оружием против эмотивных личностей. Как правило, эмотивную личность проще уговорить, если с ней дружить или с ним. В общем-то, суть одна. Эмотивы очень часто отдают сами все свои сбережения тем людям, которым, по их мнению, они доверяют, и с которыми, по их мнению, они являются близки. Поэтому, выходя из вышесказанного, нужно оберегать ваших эмотивных, если они у вас есть среди родственников, друзей, и, может быть, немножечко остужать их пыл, когда они, соответственно, стремятся к очередной любовной авантюре, или верят в то, что их друг обязательно завтра, в общем-то, вернет им этот кредит, который они на него взяли. Поэтому, дорогие друзья, будьте осторожны, если вы сами являетесь эмотивной личностью. С вами был Кравцев Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вас всех жду на своих онлайн-консультациях. Ну и будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!